Как мы воспринимаем жизнь, такой жизнь и становится. Вот есть мир, который не хочет себе что-то давать. Сейчас я пойду бороться, я заберу эту цель себе. А что, если Вселенная хочет сделать всё, чтобы у нас всё было? Чтобы мы жили вообще в кайфе, в лакшери? Если ты можешь выбрать любую категорию, зачем ты выбираешь какую-то маленькую? Альфа-состояние такое очень женское состояние. У женщин лучше альфа-уровень. Всем привет, меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст «Матерь Бложья» и рассказываю в нём обо всём, что связано с социальными сетями. Как вести блог, как продвигать блог, как продавать. Рилсы снимать, я не знаю, сторизы, посты и так далее. В общем, обо всём, что связано с личными блогами в социальных сетях. И мы уже в этом сезоне очень много поговорили о разных инструментах. Как снимать сторизы, как не выпадать из них, как не бояться продавать, как то, как всё. В общем, очень много всего практического именно с точки зрения твёрдых инструментов было сказано. И если вы только присоединились, то рекомендую вам посмотреть все предыдущие выпуски, потому что там уже такая небольшая энциклопедия блогерства собралась. Но сегодня я предлагаю перейти к более масштабным вещам и к вещам, от которых тоже на самом деле очень много всего зависит. Я бы даже сказала, это некая база, и речь идёт о мышлении. Тема сегодняшнего выпуска не инструменты, не как там, что делать, типа вот конкретно в блоге. Тема сегодняшнего выпуска — это сила мысли. Мы будем говорить о том, как мышление формирует нашу реальность. И в гостях у меня, наверное, самый крутой гость по этой теме. У меня в гостях Елизавета Волкова. Она ведёт самый популярный YouTube-канал про силу мысли. Также она автор книги. Вот, я её специально взяла, чтобы вам показать, и я её беру сейчас почитать. Книга тоже называется «Сила мысли». Она бестселлер, наверное, да? Ну, естественно, она бестселлер. И, естественно, блог в Инстаграме тоже она ведёт. Лиза у нас нейроисследователь, практик. Что ещё про тебя интересно сказать? Какие ещё факты интересные есть, которые я не упомянула? Всем привет! Меня зовут Елизавета Волкова. Спасибо за представление. Что ты ещё не упомянула? Я эксперт по исполнению желаний. Я практик. И сама своей жизни доказываю, все мечты сбываются. Вот, точно, про жизнь я про твоё не сказала. Что у тебя реально крутая жизнь. У тебя классный мужик, классная работа, деньги, Мальдивы, Дубай и так далее. И Лиза говорит, мы познакомились, и она мне говорит, ну, я это всё как бы мышлением сделала. Я там намедитировала, намечтала. Вот это всё чисто мышлением. Я такая, здравствуйте, хорошо. Присаживайтесь, рассказывайте. Именно так. Вся моя жизнь доказывает, что всё начинается с головы, всё начинается с мышления. И какая бы у тебя ни была точка А, а точка А у меня была жизнь в Хрущёвке, в Ульяновске, в сером маленьком городе. И я 10 лет работала в найме помощником руководителя. Вообще не понимала, куда мне идти, что мне делать, как мне жить. И потом поняла, почему бы мне не взять и не просто читать все книжки про силу мысли, которые я залпом тогда читала, просто обожала. Ну и начать применять. Хорошая мысль. Я здравоохранясь в этом. Я просто начала применять то, что писали все авторы. На тот момент это был Джон Кихо. Это подсознание может всё. Я читала. Мой обожаемый. Это Джоди Спенза. Кстати, я единственная, кто взял интервью в России у Джоди Спенза лично. И он у тебя на канале, да? Да, у меня есть это интервью на канале, оно просто крышесносное, стоит его послушать. Я на всякий случай скажу вам, что все ссылки на социальные сети Лизы, естественно, у нас будут внизу, где бы вы ни смотрели, ни слушали. Может быть, вы на Apple подкастах слушаете, может быть, на YouTube сейчас нас смотрите. Мы в описании поставим ссылку, наверное, на твой канал, на твой Instagram. Да. Ну, в принципе, наверное, вот это основные ссылки. Там они уже всё найдут, всё, что им надо. Да, и я начала применять, и начала я применять именно с любовной сферы, потому что она у меня была самая больная. У меня до 27 лет вообще не было нормальных отношений. То есть я была девушкой с низкой самооценкой, которая не любила себя. И я прошла очень большой путь. Сейчас я счастлива замужем за прекрасным мужчиной, который любит меня, которого люблю я. И я понимаю, что это просто работа над своей головой, поэтапная. Также я начала развиваться в сфере денег. Сейчас у меня огромная онлайн-школа по исполнению желаний. Мы уже работаем с 2016 года. У меня уже более 55 тысяч платных учеников прошли мою школу. Мы делаем очень крутые запуски на рынке. У нас классная команда. У нас более 60 человек в команде работает. Помнишь, мы ещё обсуждали, что ты перешла из холодных запусков буквально год назад. Да. Запуск именно в блоге, в Instagram. И стала сразу делать такие крутые большие результаты. Если хочешь, поделись, какие у тебя сейчас запуски в инстаграме. Да, запуски, последний запуск мы сделали на 68 миллионов рублей. Серьёзно, прилично. Чтобы вы понимали, охваты 7 тысяч всего лишь. Ничего себе. 68 миллионов на 7 тысяч охватов. И это за год результат. То есть ты год в блог, по сути, Instagram-ный вела, именно продавала в нём. Ну да, я начала год назад. Мы сделали первый запуск. Первый запуск у меня вышел на 33 миллиона. Потом через два месяца привела запуск на 42 миллиона. Мой первый запуск был на 60 тысяч рублей. Да. Ну, нужно понимать, что до этого я вела ещё 4 года YouTube-канал. Ну да, очевидно, что ты наработала лояльность очень сильную уже к тому времени. У меня были продукты, которые люди проходили. И у нас очень хорошая статистика. Если ко мне человек приходит, то он уже как бы остаётся. Вот. Ну то есть то, о чём мы всегда говорим. Есть продажи, но самое главное, самая база, в любом случае, продукт. Это сильный продукт. Ладно, мне кажется, мы можем уйти сейчас очень легко как раз-таки в инструменты, потому что нам обеим это супер нравится, и нашим подписчикам это тоже супер нравится. Ну а сегодня мы хотели поговорить конкретно про мышление. И я на самом деле тоже этой темой заинтересовалась. Я сама читала несколько книг. И этим летом я выступала на конференции на Бали. Называлась она, по-моему, Global Conf. И я там выступала. И там ещё выступал Алан Пис. И я, естественно, пошла на его выступление послушать. И он там рассказывал вот эту вот тему про мышление, про то, как работает система RAS в нашей голове. И всё. Я теперь... Я ушла от вот этой системы постановки целей. Да, вот то, что раньше все говорили, что это круто, что там ставишь цель, ставишь срок, ставишь там чёткий какой-то формат этой цели. Я перешла больше к самопрограммированию. Я не знаю, как это правильно называется. Я вообще не эксперт. Но вот то, что он рассказал про то, что как важно просто то, что мы думаем, то, что мы сами себе там как-то в голове представляем, программируем, и как это отображается в реальности. Я даже, прости господи, денежную медитацию делала этим летом. Я ещё никому это не рассказывала в публичном поле. Теперь вы знаете. С чего начать использовать силу мысли? Вот вся моя деятельность, она именно про практику силу мысли. Потому что я сама поняла, пока не начнёшь делать, это не будет у тебя работать. Можно знать всё, что угодно, можно прочитать тысячи книг. А делать это в плане делать действия, условно зарабатывать деньги? Или делать именно практики медитации? Практика. Практика медитации – это уже действие. Действие к своей цели. С чего начинается сила мысли? Сила мысли начинается с того, что ты осознаёшь, что я единственный источник того, что происходит в моей жизни. Без этого мы никуда дальше не сдвинемся, потому что можно сразу придумать, ой, ну, наверное, я не могу встретить человека из своей мечты, потому что вселенная мне никого не приводит. Не все вокруг лохи, козлы, не знаю, женаты. Или я сейчас не замужем, потому что вот мой парень вот такой вот, он не хочет серьёзных отношений, он пока к ним не готов, и поэтому я пока не замужем. Это всегда разговор про некую внешнюю реальность, которая за тебя, ну, как бы, по сути, строит твою судьбу. Но если ты хочешь научиться управлять своей жизнью, нужно взять то, что полную ответственность на себя, это может звучать как-то не очень приятно, да? Но это тоже, на самом деле, мне кажется, не очень здоровая история, типа я во всём виновата. Нет, это не про чувство вины. Это про чувство того, что именно я творец своей жизни. Я решаю. Я выбираю. Мне больше нравится «я выбираю». Выбираю, ладно, круче. Да. Что значит «я выбираю»? Это «я выбираю», насколько я хороша, чтобы мужчина сделал мне предложение. Это «я выбираю», а готова ли я сама к замужеству. Если женщина не замужем, не то, что проблема в ней, многие говорят «проблема в ней», не проблема, а источник в ней. Это на самом деле, если покопаться, можно почувствовать, что это ты не хочешь замуж. Я где-то вчера буквально в ТикТоке увидела видео от психолога, там, где был короткий видос про то, что если вы всё время выбираете каких-то недоступных мужчин, там, женатых, я не знаю, или каких-то там странных избегающих, близостей. Да, значит, вам, может быть, просто не нужны сейчас отношения, вы их подсознательно избегаете в этом видео про это. Да, именно так, сто процентов. И с этого начинается практика силы мысли. Окей, я вижу, что происходит в моём внешнем мире. Например, у меня не идут запуски, или у меня не идут отношения. Блок не растёт. Блок не растёт. Что во мне? То есть мы, получается, убираем фокус внимания с внешнего мира, а заглядываем внутрь себя и начинаем задавать себе вопросы. Но как их задать? Как просто вот сесть и задать себе вопросы, что ли? Саша, ты чё? Где деньги, Саня? Где мужик? И приходят классные инструменты. Один из крутых инструментов, который ты сейчас рассказала, это про... это медитация. То есть что такое расслабление? Это когда... почему медитация, нужно расслабляться? Ты входишь на альфа-уровень своего мозга. То есть это альфа-уровень электрической активности мозга. И ты входишь в некий поток какого-то прямого коннекта со своим подсознанием. Вот где как раз-таки заложены все эти программы? Просто так не работает. То есть если я просто такая сяду и такая... Запуск на миллиард. Ну, что-нибудь такое. Знаешь, есть уникумы, у которых альфа-ритмы включаются уже при закрытых глазах. Кстати, это можно проверить с помощью ЭЭГ. Если ты хочешь, мы сегодня можем это сделать. Я хочу! Хочешь? Супер. И есть такие уникумы. Вот бы я была уникой. Но у большинства людей не приходит альфа-уровень. У них настолько мышление активное. Вот знаете, такой диалог мысленный в хаосе. Мы называем это тревожностью. Это вообще ненормальное состояние, на самом деле. Но этим болеет большая часть населения сейчас, потому что у нас очень такая стрессовая жизнь. Мы постоянно в мышлении. Но нам нужно остановить мышление. Немножко его расслабить, чтобы такие мысли были. Ла-лай, ла-лай, ла-лай. Как нормально, как хорошо жить. То есть это такое альфа-состояние. Такое очень женское состояние. У женщин лучше альфа-уровень. Им легче входить в медитацию. Да, но мужчины тоже могут этому научиться. И в этом состоянии, если ты начнёшь представлять, чего ты хочешь, задавать себе правильные вопросы. Часто это делает тот человек, который ведёт медитацию. Например, вот я веду медитацию, я буду задавать тебе вопросы после расслабления. Ну, кстати, мы же не рассказали про твоё приложение с медитациями. Да. Ну ладно, ты сейчас тогда уже по ходу расскажешь. Я предлагаю сейчас сделать эксперимент, чтобы ты сделала мою медитацию. Ага. И мы посмотрим, как у тебя меняется состояние во время медитации. Интересно? Ага, да, конечно. И ты же проанализируешь, что он скажет. Да, я проанализирую. Уникум я или не уникум? Давай. Хорошо, давай. Итак, меня посадили на какое-то специальное кресло для экспериментов. Что у нас тут будет происходить сейчас? Так, сейчас мы оденем на себя специальную шапочку. Это электроды, которые будут считывать электрическую активность твоего мозга в разных частях. Это аппарат, по которому видно, какие волны твой мозг испускает. Есть вообще четыре основные волны. Первая волна — это бета-волна. Она про что? Она про активное мышление. Вот, например, когда ты считываешь цифры, считаешь, у тебя появляется такая бета. Когда я думаю о чём-то. Думаешь прям напряжённо. Думать можно по-разному, оказывается. Именно прям решаешь задачки. Это бета. Вообще человек, когда он напряжён, он тоже в бета. Очень напряжённо думает. Вторая волна, которая нас интересует, — это альфа-волна, альфа-состояние. При очень здоровом состоянии, когда человек расслаблен, он ни о чём не переживает, не нервничает, у него альфа-волна возникает при закрытых глазах. То есть сначала мы видим, что активно лобные доли. Когда человек с закрытыми глазами, он думает. Когда он перестаёт думать, когда мы закрываем глаза, мы же знаем, что у нас зрение такое хитрое, оно на самом деле вот здесь вот, в задних долях мозга, зрение. То есть наш мозг там обрабатывает информацию, то есть он видит задними долями мозга, а не глазами. Вторая волна, которая нас интересует, — это тета. Всем известно понятие, как тета-хиллинг, но, мне кажется, ни один тета-хиллер не проверял, а входит ли он вообще в тета-состояние. Мы сегодня увидим реально, входишь ли в тета-состояние ты во время медитации. А тета-состояние — это что? Я по своим экспериментам увидела, что человек входит в тета-состояние, когда он испытывает возвышенные эмоции. Вдохновение, радость, благодарность от чистого сердца, любовь. И я была поражена, когда первая вас это увидела, что мои ученики входят в тета-состояние при испытывании таких эмоций, даже когда я просто проговариваю слово «любовь». И у человека уже тета пошла. То есть мы сделали вывод, что насколько эти целительные вибрации, вот эти высокие, это, по сути, испытывая любовь, благодарность, ты излечиваешь всё своё тело внутри и излечиваешь свою жизнь. Потому что такие стандартные эмоции у человека — это грусть, разочарование, боль, обида. Это очень низкие вибрации, они делают тело человека тёмным, таким безжизненным, неэнергичным. На фоне таких вибраций не будут исполняться желания. А вот на фоне благодарности, любви, вдохновения, радости начинает просто всё сбываться. Вот просто. Поэтому вот прям запомните, что это прям ключевые вибрации. А медитация, она тебе поможет эти эмоции почувствовать. То есть она смоделирует процесс, когда ты сможешь эти эмоции испытать. То есть она специально таким образом составлена. Да, да. Обязательно в каждой медитации я делаю так, чтобы человек вышел на высокие вибрации. Прямо это обязательно ключевой момент. И дальше нас интересует волна дельта. Дельта — это вообще волна сна. Но мы её будем тоже видеть, особенно когда у тебя будут открытые глаза. Часто это говорит о том, что ты просто отключаешься от процесса видения. Ну что, мы возвращаемся. Для тех, кто слушает нас на подкастах, а не смотрит на ютубе, объясняю, что сейчас происходило. Сейчас я делала медитацию из приложения, правильно? Да. Базовую медитацию из приложения. Она длилась 10 минут примерно. Боже, мне так понравилось. Спасибо. Мне так нравятся такие медитации. Сначала надо было расслабиться. Шло расслабление всего тела. Потом я зачислил тело во Вселенной. А потом надо было представлять, как ты через год просыпаешься в своей идеальной жизни и визуализировать, что ты там делаешь, какие чувства ты испытываешь. Я в таком воодушевлённом состоянии, у меня просто мотивация сразу зашкаливает. Я хочу скорее пойти что-то поделать, построить. Именно из-за того, что я испытала прям сильные эмоции. То есть меня прям штырило. То есть в какие-то моменты я ещё такая просто сижу расслабленная. Ну, там нет такого, типа, представьте это, представьте то. То есть там просто общий настрой, чтобы я там что-то себе бы представляла. И мне там приходят какие-то новые детали. Я там, значит, просыпаюсь в панорамной квартире, там встречаюсь с друзьями, делаю то, еду на какой-то машине. У меня там уже школа танцев открыта. Я в неё приезжаю, захожу. В общем, у меня реально такие сильные эмоции возникли. Эмоция воодушевления, радости, какой-то благодарности. И, короче, мне понравилось. Но фишка не в том, что я просто сделаю эту медитацию, а в том, что мне прикрепили на голову такую штуку, шапочку, и специальный прибор считывал электрические импульсы в мозге. Да, давайте я расскажу с научной точки зрения, что произошло. Когда начинается медитация, и почему вообще это работает? Не просто сесть в любую медитацию, это будет работать. Что вообще работает для усиления силы намерения, чтобы внешняя реальность действительно менялась и подстраивалась под тебя. Нужно в очень расслабленном состоянии в альфа. И мы увидели, что ты вошла в альфа. Как твой мозг начинает заливаться просто альфа-состоянием. И дальше что нужно сделать? Нужно в этом в альфа-состоянии. То есть альфа-состояние — это такое более расслабленное состояние? Это более расслабленное состояние. Это не стресс, это вообще противоположность стрессу. Это ресурсное потоковое состояние. Вот если говорить про поток, я в потоке. Это ты физически в альфа. И вот когда получается... Вообще вы мне сказали сейчас, что я просто, закрыв глаза, уже в него попала. Да, это не у всех так. Но у тебя получается такое свойство мозга, что ты, закрыв глаза, уже входишь в альфа. Ну я просто медитирую уже тоже. Да, это тоже, это первое. И у меня, я чувствую на самом деле разницу. То есть я впервые попробовала медитацию в 2018, уже где-то 4 года прошло. И я начала чувствовать вот эту разницу, когда ты действительно закрываешь глаза и тебя расслабляет. То есть раньше, скорее всего, ты садилась в медитацию и тебя тревожило. Ты не могла усидеть, ты не могла сконцентрироваться. Это нормально. С этим сталкивается любой человек. Классный тест. Просто попробуйте сесть на месте и не двигаться одну минуту. Вот если вы очень в стрессовом состоянии, нервозном, вы не сможете даже минуту усидеть. А я сейчас, например, могу сесть, час вообще не двигаться. Ого, час не двигаться. Но я ещё минуту могу просидеть, но час. Сможешь, сможешь. То есть это работа со своим контрольным внутренним. Как раз-таки в медитации тебе нужно было контролировать свой мозг, то есть не думать, не улетать мыслями, а тебе нужно было присутствовать, идти за голосом и делать всё то, что просит тебя я, как диктор. Получается, что вся медитация была построена изначально на том, что половину медитации было расслабление. Было расслабление. Было расслабление. Это ключевое. А если вы сильно застрессованы, вам нужно минимум 10 минут, чтобы войти в альфа. Ты зашла сразу, это хороший показатель твоей натренированности. У меня сейчас ещё в целом жизненный период и состояние очень хорошее. То есть у меня хороший баланс жизни и отдыха. Жизни и отдыха. Баланс жизни и отдыха. Работы и отдыха. И в целом такой подъём идёт жизненный. То есть я не могу сказать, что я базово в каком-то сильном стрессе. Что мы ещё увидели, несмотря на то, что ты выглядишь как не очень эмоциональный человек, но на самом деле эмоции-то твоё. Реально. Ты внутри их проживаешь, потому что мы увидели у тебя тета-состояние, когда ты начала визуализировать. То есть у тебя картинки из будущего, которые тебя триггерят, они у тебя связаны с сильными эмоциями. И пошла тета в мозгу, мы это увидели. А тета — это вот именно радость. Это вот когда на картинке прям мозг такой весь красный, резкая вспышка. Короче, рассказываю. Мы это тоже покажем, я думаю, на монтаже. Если вы слушаете в подкасте, ну зайдите, если интересно, на ютубе посмотрите. Сначала, когда шло расслабление, у меня просто там были какие-то вспышечки в мозгу, ну типа просто всё там как-то ровно идёт. И вот заканчивается расслабление, и начинается фраза типа «Представьте, что вы там просыпаетесь в идеальном утре». И у меня сразу просто весь мозг красный. То есть сразу же у меня все эмоции пошли. Я могу сравнивать, потому что мы делали эксперимент с разными людьми, и есть люди, которые на момент «Представьте», у них включается бета. То есть для них «Представьте» — это трудный мыслительный процесс. Надо подумать, что там делать. Сейчас я подумаю, да. Меня хлебом не кормит, дай что-то попредставлять. А вы знаете, у кого круче всего исполняется желание? У кого? Кто умеет воображать. О, ну всё. Я чемпион, значит, буду пожарным. Воображение — это та сила, которая дана нам не просто так. Почему человек умеет воображать? Почему человек умеет представлять то, чего ещё никогда с ним не было? Вот именно эта творческая жилка, чем мы похожи на Бога-творца тем, что мы умеем воображать то, чего не было. И если этим правильно пользоваться, делать регулярно визуализацию, представлять… То есть как бы я говорю часто, моя любимая фраза «Не ной, а задавай реальность». То есть тебе нужно постоянно, что не делают большинство людей, думать, а что я хочу, а что мне нравится, а как я хочу прожить своё завтра, как я хочу видеть себя через месяц, через год. Почему многие люди боятся это делать, они думают, кто я такой, чтобы я сейчас скажу судьбе, что там будет у меня завтра, да? Это же кто-то другой решает. Но мы помним правило, да? Я источник всего, что происходит в моей жизни. И тогда мы будем регулярно задавать реальность. Я делаю это каждый день. Я с утра встаю и задаю реальность своими мыслями. То есть ты просто садишься в медитацию или просто? Нет, часто сейчас я просто воображаю. То есть у меня уже такой уровень, что я могу просто закрыть глаза и представить, чего я хочу. То есть ты всегда живёшь с мышлением не то, что происходит, реакции на происходящее, а именно задание. Ты идёшь, да? А что я хочу? Слушай, мы ещё собрали несколько вопросов от подписчиков подкаста. Давай, наверное, на них ответим. Давай. Потому что они действительно интересные. Елизавета, здравствуйте. Меня зовут Таня. У меня к вам такой вопрос. Я привыкла добиваться целей логическим путём, декомпозиция, стратегия, искусство маленьких шагов. Но иногда это очень тяжело, и как будто ты идёшь через сопротивление, через препятствия. И мне очень хочется перейти как-то в лёгкость. Какие практики мне нужно начать делать, да, чтобы вы посоветовали, чтобы упростить и облегчить, что ли, движение к своим целям? Замечательный вопрос. И даже прозвучала фраза «добиваться». Добиваться — это значит, что ты… Вот есть мир, который не хочет себе что-то давать, а твоя задача — «сейчас я пойду бороться, я заберу эту цель себе». То есть ты уже подразумеваешь, что есть кто-то, кто тебе это не даёт, и это слишком сложно. Это уже конструкция мышления, да. От этой конструкции мы уходим. Мы понимаем, что есть некая вселенная. Ну давайте там по-детски назовём это вселенной, хотя на самом деле это есть одно сознание, которым я являюсь, но я сейчас не буду вот в это всё выходить. Вот. Представим, что есть вселенная. Но почему мы воспринимаем вселенную как того, кто нам что-то не даёт? А что, если вселенная хочет сделать всё, чтобы у нас всё было? Чтобы мы жили вообще в кайфе, в лакшери, я не знаю, чтобы была любовь, чтобы были деньги? Это же исходное состояние вселенной. Изобилие, любовь. Там же всё это есть. Почему мы не можем всё это получить? Потому что мы сами сопротивляемся. Мы говорим, там никто нам ничего не даст. Там всё сложно. Типа сама придумала, сама обиделась, да? Да. Это из этой серии. Как сделать так, чтобы движение к целям было более лёгким? Я за то, чтобы рационализировать, то есть прописывать декомпозицию, это всё правильно. Но здесь нужно добавлять эффект потока. То есть это нужно добавлять эмоции. Я бы делала медитации. То есть это включает в себя и проживание эмоций, и вот что-то такое волшебство, то есть отправляешь запрос. Вот, кстати, декомпозиция на самом деле это офигенский инструмент самопрограммирования. Я уже не раз рассказывала историю, что когда мы прописываем декомпозицию на любой проект, даже если это в формате типа ахаха, ну просто скажем, то в итоге примерно столько и получается. То есть сколько ты себе прописал, столько и будет. И здесь дело даже не в том, что ты там прочитал, сколько у тебя клиентов, по какой сумме они там покупают, какая общая сумма будет, например, на запуске, а в том, что просто вы как будто договариваетесь с мозгом. Я помню, мы когда делали перезапуск инстологии, 2.0 в 2020 году, мы просто взяли и назвали чат «Запуск на 100 миллионов». На рынке никто тогда не делал запуски на 100 миллионов. Это было, вот если бы сейчас мы взяли и написали там запуск на 10 миллиардов, я не знаю, в чате. Надо написать, наверное. Никто не делал, то есть у нас не было какого-то примера рядом, не было никакой там опоры, никакой на самом деле логики особой в этом. Ну, какая-то базовая логика была, естественно. Мы там понимаем, что, условно говоря, 100 миллионов — это там тысячи клиентов по 100 тысяч, но там не помню, что было конкретно. И мы сделали запуск, типа, вот практически ровно на 100 миллионов, там чуть-чуть больше. Когда мы сейчас делали челлендж, я ставила цель 10 миллионов за день. Мы сидим что-то на планерке, думаем, нет, ну нельзя его проиграть, давай на всякий случай декомпозируем на 20. Мы его декомпозируем, расписываем там с запасом, то есть специально делаем там где-то побольше лотов, где-то там побольше клиентов пишем. Расписали на 21, по-моему, в итоге у нас вышло. Общая сумма в итоге — 21 900. Вау, вау. И я такая сижу в какой-то момент и думаю, а что мы не написали 50? Да. Ну, то есть я поняла отчётливо, что просто задаёшь себе какую-то планку, и ты начинаешь мыслить вот в этих категориях. Так если ты можешь выбрать любую категорию, зачем ты выбираешь какую-то маленькую? Да. И всё, у нас сейчас называется «Запуск на 500 миллионов». Я как бы... Ну, не то чтобы там... Мы все просто согласились с этим, да? Мы все поговорили, поняли, что это вот так работает. Быстренько я поставила доллары на заставку, написала название чата, все такие «Окей, хорошо». И не то, что мы такие сидим и прямо продумываем, да? Нет, у нас сейчас тот этап, когда мы просто, условно говоря, поставили намерение, и мы мыслим в этих категориях. То есть мы мыслим в категориях полумиллиардного запуска. И то, у нас недавно была встреча, мы такие «Может, миллиард поставить?» Типа, а почему нет? Ну, как бы вот если так подумать, то почему 500? Почему не миллиард? И вот хороший вопрос, на самом деле, на обсуждение. Это про разрешение себе, да. Твоя сейчас норма. Ну, это нормально идти по шажочкам. То есть ты себе всё больше и больше разрешаешь. И не обязательно сразу бить какую-то крупную точку. Ну да, если ты делал запуски на 100 тысяч, ну, глупо, наверное, говорить всё 100 миллионов. Но, условно говоря, там от 50 до 100, от 100 до 500, мне кажется, это вообще нормально. А знаешь, как у меня тоже и мышление сработало, когда я делала первый запуск? Когда я делала первый запуск, я искала по рынку, а кто сейчас делал запуски и медитации вообще? Я увидела парня Риты Дакоты, Фёдора, и пообщалась с его продюсером. Они сказали, они сделали запуск на 40 миллионов. И что это рекорд для медитации, сделать запуск на 40 миллионов, такая мягкая ниша, мы вообще молодцы. И я сижу с командой, ну, давайте пробовать первый запуск. Ну, он вообще там блогер крутой, а у меня же там какой-то охват 7 тысяч. Но цифра 40, она как бы засела, да? Да, да, да. И мы решили не ставить никакой... Я себе цель решила не ставить, я не хотела себя сгонять, но моя исполнительная директора, она сделала декомпозицию, и в декомпозиции, в принципе, мы там выходили на 30 миллионов. И я прям буквально за день до продаж у меня пришло чёткое ощущение, что я хочу 30 миллионов, и мы сделали ровно 33 миллиона. Вот, тоже удивительно. Как мозг смотрит... А прикинь, захотела бы 50? Да. Сделала бы 50, я прям клянусь. Я вообще до сих пор не понимаю, как это работает. Ну как, вот Alan Peace объяснил, да? Что наш мозг реально... Ему просто ставишь цель, он сам делает. Да. То есть ты сам начинаешь искать какие-то... Он сам начинает искать какие-то возможности, там, начинаешь замечать какие-то штуки. Вот. Я вот поставила цель открыть школу танцев, и стала постоянно замечать какие-то варианты. Типа... А можно я тебя откорректирую? Не ставь цель открыть школу танцев. Открыть ты — это что? А сделать школу танцев успешной — это другая цель. Да, кстати, это хорошая цель. Я же хочу ещё денег с этого заработать. То есть по идее, вот правильно нужно фиксировать свои намерения, но ещё и правильно их фиксировать. То есть у меня школа танцев... Когда был ковид, у меня... Я была очень уставшая. Мне так хотелось никуда не ездить дома посидеть. И кто-то объявляет карантин, и я такая... Так, давай, наверное... Слушай, мы ответили на этот вопрос или нет? Я не поняла. Да, да, да. Да, мы ответили. Давай тогда к следующему. Там интересные вопросы. Приветствую вас и мой вопрос. Сила мысли — это доказанный факт. Но ведь мало мыслить, надо и действовать. Ведь так? А что делать, если многим страшно действовать? Знаете, почему страшно действовать? Потому что мысль не настроена. Многие утверждают, что зачем мыслить? Это всё детская ерунда. Нужно действовать, пока не встанешь с дивана, ничего не получится. Дорогие мои, пока у вас не будут настроены мысли, вы не сможете действовать эффективно. Ну как, ты пойдёшь открывать школу танцев, пока твоё мышление не настроено на то, что я вообще это могу, мне это по силам. А чтобы тебе это себе доказать, нужно такую проработку с мышлением сделать. Согласна? Поэтому мышление, оно первичное, действие — вторичное. Обязательно нужно заниматься мышлением и параллельно действовать. Но всегда помним, что какое бы ни было идеальное, казалось бы, действие, оно никогда не приведёт к идеальному результату, пока внутри вас нет мысли, что вы можете, вы достойны, это получится, пока нет внутренней веры. Я знаешь, как делаю обычно. Я всегда смотрю на тех, у кого получилось. Получится у тебя. Значит, у меня тоже это может быть. Потому что чем я хуже? У меня там та же голова, две руки, две ноги. Меня всегда очень убеждают примеры других людей. Я поэтому, кстати, стараюсь подписываться на блогеров, на людей, у которых что-то есть, чего я хочу. Классно. А знаешь, ещё какая есть вещь в моей практике, что если ты увидела у кого-то исполнение твоего желания и реализацию полностью, вот как ты хочешь, это значит, что у тебя есть потенциал у твоего мозга, что ты будешь... Ты бы даже не заметил, ты бы даже не подписался на этого человека и не обратил внимания. Да, да. Вот я тоже так думаю. Особенно если ловишь себе какие-то чувства по отношению к тому, что кто-то сделал. Вот бывает зависть, бывает ты думаешь, вот сучка, ты, блин... Вот это точно знак, что тебе надо это делать. Вот сто процентов. Значит, у тебя есть потенциал. Да, если я смотрю на кого-то и такая думаю, со сколько ты продаёшь там свои услуги, свой курс, ты чё, почему так дорого? Вот мне надо чек повышать, значит. Значит, мне уже пора. Потому что зависть, она же тоже не рождается просто так в нас. Нам просто пофиг. Ну, большинство людей нам просто пофиг. Так, давай третий вопрос. Елисавета, здравствуйте, меня зовут Наталья. Скажите, пожалуйста, три совета, как, имея опыт и знания, но не имея достаточной уверенности и поддержки окружающих, запрограммировать себя на успех. Спасибо. Поддержка окружающих, это немножко про детскую позицию. То есть я постоянно буду ждать кого-то, кто меня поддержит для того, чтобы я сделала какой-то результат. Но нужно осознать, что сейчас я взрослый человек, поэтому я могу в состоянии дать себе сама эту поддержку. И самое интересное, если говорить про принцип зеркала, то, что нам люди всегда отражают то, что мы думаем о себе, повышая внутри себя работы над своей самооценкой, то есть прозвучало слово «не чувствую уверенность», никто не может дать себе уверенность. Уверенность, она рождается изнутри тебя. То есть уверенность — это базис твоих прошлых результатов, твоих успехов и самопрограммирование. Когда ты себя убеждаешь, что я уверена, я могу, я достаточно хороша, у меня есть ресурсы, у меня есть опыт, я справлюсь. И ты работаешь над своим мышлением, и ты потом начнёшь замечать, что другие люди тоже тебе говорят, о, ну ты справишься, они тебе начинают зеркалить. Блин, реально так работает. Вот я тоже говорила в выпуске про хейт, что люди на самом деле, даже подписчики, которые с тобой лично не знакомы, они тебя смотрят через экран, они всегда чувствуют твоё собственное отношение к себе. Да, знаешь, по поводу хейта, я долгое время занималась у Миши Дашкиева в мастер-майде, и он меня спросил, когда я к нему пришла с этой темы, он говорит, как мужчина рациональный, у тебя, наверное, много хейта. Многие, наверное, говорят, что за хрень, какая сила мыслить, медитация. Я говорю, у меня вообще нет хейта. Реально. Ну то есть появляется... Ну что, сейчас появится, мы сейчас в комменты зайдём, посмотрим. Появляется хейт, когда ты думаешь, что ты недостаточно квалифицированный эксперт, или ты сама недостаточно веришь в то, что ты говоришь, и тебе начинает казаться, блин, а вдруг они подумают, что-то подумают. Они точно подумают. У меня реально, у меня вот сейчас уже к этому году, я окончательно как-то окрепла, как эксперт, окончательно выросла. Я, можно сказать, всё, взрослый эксперт, да, ну, по Инстаграму своей теме. И у меня вообще прекратились всякие там сообщения, условно говоря, и возражения от людей на тему того, что, допустим, вот как раньше мне иногда писали, и приходилось как-то тоже это отрабатывать, допустим, в контенте. Типа, ну никто же не станет там второй метрошной, да нужны там такие активы, да невозможно там сделать человека блогером. Вообще-то возможно. Ну, типа, можно стать второй метрошной вообще спокойно, ну, как бы если хочешь. И понятно, что я ещё новые действия какие-то предпринимаю, да, но они скорее зиждятся, как раз зиждятся, хорошее слово, на моей уверенности в себе, как в эксперте. Сто процентов. Ты знаешь, как я делала запуск перед вебинарами? Я просто, у меня был такой сначала хаос в голове, что, блин, надо правильно там как-то продажи выстроить, как же вот всё, прям всё вспомнить, все свои навыки. Потом я просто села и сказала, я крутой эксперт. Я продаю как боженька просто. Я, моя аудитория меня обожает. Я действительно даю очень крутой результат. И я смогу это показать. И я начала эти аффирмации себе просто внушать. У меня сразу чувство вот внутри такое вышло, что вообще не о чём мне беспокоить. Я идеально просто провела все три вебинара, мы делали три вебинара. У меня люди с первого вебинара говорили, ну, дайте уже ссылку, ссылку дайте. А мы начали продавать на третьем вебинаре. И мы сделали рекордный запуск. Офигеть. Очень круто. Реально же продаёт не приёмы продаж, да? Не слова там, которые ты говоришь, а не структуры. Продаёт на самом деле уверенность. То есть я вообще, когда я вела последний бесплатник, вот наш рекордный. То есть мы сделали за бесплатник, за закрытые продажи больше, чем... Я его смотрела, да. Ты была очень уверена. Ты прям чётко-чётко-чётко. У меня, знаешь, какое было ощущение после вебинара? Как будто бы был какой-то обычный день. И я даже начала немного переживать. Типа, почему я там не ощущаю, что какое-то было событие, что я как-то там классно провела, допустим. Потому что я просто пришла, вот так села перед камерой, ну и начала там рассказывать. Вот просто. И мне настолько было в этом легко и обыденно, что я реально испугалась. А вдруг я там как-то странно, ну не знаю, плохо вела, потому что не было вот этого ощущения, там фейерверка какого-то. В итоге я выхожу, там все продюсеры просто вот с такими глазами. Люди там покупают какие-то в кассе цифры уже невероятные, заоблачные. Я такая, а, ой. Сейчас тоже скажу, аудитория может подумать, сидят тут два уверенных в себе эксперта, да, а нам что делать? Вы там уже столько лет работаете. Уверенность, она не рождается на просто мнении окружающих. Не то, что мы дождались, пока о нас подумают хорошо. Вообще нет, я ждала, ждала, не дождалась, как бы. У меня первые годы блогерства, я реально ждала, что вот всем понравится мой блог. Вообще нихера. А первое, что ты делаешь, это просто делаешь. Да. Ну то есть просто выпускаешь следующие видео, следующие сторис, и так далее. Я просто смотрю на свои старые сторис, там такая неуверенная в себе девочка, у меня даже вот челюсть была скукожена, потому что мне было страшно говорить. И сейчас, да, когда я просто вот легко говорю любой текст, там, да, любую свою экспертность показываю. И второе, это, конечно же, работа с собой. То есть вам очень сильно помогут медитации, аффирмации, пойти к терапевту, который тебе скажет, что с тобой всё в порядке, да. Мы на самом деле, ключевая вообще суть терапии, это просто работа над мышлением. Да. То есть там не что-то заоблачное или странное, или там какое-то постоянное копание в травмах, ты просто постоянно работаешь над тем, как ты себя воспринимаешь, и терапевт тебя как бы возвращает в реальность, и всё так приподнимает. Да. Терапевт, он за деньги тебя поддерживает. Да, да. Боже, у меня сегодня супер много инсайтов, мне очень нравится, о чём мы сегодня поговорили, реально классно, и эксперимент прям мне зашёл. Я реально вот прям больше поверила в медитации. То есть я чувствовала эффект, но сейчас, когда ты мне показала прям на картинке, как там работает мой мозг, и я ещё вспомнила всё, что я знаю о мозге, и поняла, что реально, мы же всегда запоминаем эмоции, мы не запоминаем факты. И, соответственно, если ты хочешь, чтобы человек что-то запомнил, ты должен у него вызвать эмоцию. Я всегда это делаю в блоге, я всегда делаю в выступлении, и я могу это делать для себя. То есть если я хочу, чтобы я сама вот что-то запомнила, во что-то поверила и к чему-то пришла, мне тоже нужно работать над тем, чтобы вызывать эти образы, эмоции, и медитация — это, походу, прекрасный инструмент для этого. Ну и в целом, сила мысли. Мне очень откликается эта тема, потому что я вижу, как это работает, ну и по сути это работает. Всё, я теперь тоже. Всё, сила мысли. Самое главное для логического ума объяснить, что всё это не эзотерика, это вообще не про эзотерику. Если интересны прям раскладки, я могу показать, на уровне физики это всё уже доказано, ребята. Это всё доказано, это прям раскладывается по полочкам, и вот это зеркало, то, что люди нам возвращают, это разложено всё уже в физике. Слушай, ну это даже интуитивно на самом деле понятно. Да. Когда ты, допустим, начинаешь о чём-то думать и заботиться, ты сразу видишь это в окружающем мире, просто потому что у тебя на этом фокус. И, ну, мне, допустим, как-то именно на обывательском каком-то уровне, мне эта история супер понятна. Это не история, допустим, с астрологией, которую я вот хоть убей, я её на потребительском уровне понять не могу. И поэтому у меня нет к ней какого-то притяжения, условно говоря. А вот тему силой мысли я понять могу. Я вообще против всех историй, которые пытаются предсказать твоё будущее и сказать тебе, что вот это у тебя может быть, а это у тебя быть не может. Я абсолютно уверена в том, что что случится в следующую секунду, не знает никто. По сути, это субвероятности, вот это поле вероятности, это даже физика показывает, что там атом, он даже сам состоит из ядра и из поля вероятности. И только в момент, когда учёный подходит и фотографирует этот атом, мы видим, в какой стороне, где именно в этом поле располагается его электрон. То же самое происходит в реальности. В зависимости от того, как ты сейчас своим мышлением, настроенным на что, будешь фотографировать эту реальность, так она будет и проявляться для тебя. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Ты формируешь сегодня своё завтра. Вот то, что у тебя сегодня, ты сформировала вчера. То есть вот твой результат жизни — это вот твоё мышление, которое было у тебя вдохновено. Сегодня у меня голова болит, я вчера поздно спать легла. Вот это точно работает. Твой образ мышления привёл тебя к этим сегодняшним результатам. А теперь представь, если ты хочешь дойти до некой точки B, каким мышлением тебе нужно обладать, чтобы вот сегодня именно, сегодня, чтобы у тебя случилось что-то вот завтра. Блин, я сразу вижу точку роста прям для себя. То есть я прям сразу вижу вот этот зазор, над которым нужно ещё поработать, которого сейчас нет, но его можно достроить. Вот то, что меня больше всего вдохновляет в жизни — то, что работать можно над всем. Да. То есть просто главное — увидеть, условно говоря, вот эту зону. И всё. Если ты это видишь, ты это можешь сделать. Да. И никогда нет никакой там судьбы, магии и так далее, ну, в каком-то общепринятом понимании. Всегда есть просто то, к чему ты идёшь, либо, может быть, отсутствие того, к чему ты идёшь, и тогда ты просто там как-то, не знаю, плывёшь по течению непонятно куда. Но вот я люблю идти именно туда, куда вот я хочу прийти. Да. Я это прям обожаю. Это моё любимое ощущение в жизни, что я знаю, чего я хочу, и я к этому иду. Вот я в процессе, я, может, ещё не дошла, но я иду туда, и для меня это, блин, просто самый большой кайф, самое большое счастье. Ну что, давай, наверное, завершать нашу беседу. Она вышла суперкрутой. Я надеюсь, что подписчикам она тоже понравилась. Напишите, пожалуйста, нам обратную связь, какие инсайты вы вынесли. Будет очень круто, если вы прям напишите несколько тезисов, что вы берёте себе в работу, потому что для нас, как для экспертов, это очень ценная информация, то есть мы поймём, что в нашем разговоре вам откликнуло, что вам было интересно. И, конечно, буду суперрада, если вы поставите звёздочки, если вы поставите сердечки на Яндекс.Музыке, и поставите лайки на Ютубе и подпишитесь на подкаст, потому что каждую среду мы выпускаем новые выпуски. Сегодня у нас в гостях была Елизавета Волкова, эксперт по силе мысли. Обязательно подписывайтесь на Лизу. Аккаунт мы оставляем внизу, в описании. Скачивайте приложение. Давай, наверное, на приложение тоже ссылку оставим, потому что мы столько про него сказали, чтобы люди могли... Да, давайте оставим ссылку на приложение. Оно есть уже и в Андроиде, и в iOS. Это приложение называется MindPower. Вы его скачиваете, и просто за скачиванием вам уже доступны два настроя на деньги и на любовь. То есть вы можете бесплатно послушать практику на деньги, практику на любовь, и купить подписку за 300 рублей в месяц, если вам понравится, если вы захотите продолжать работать над своим мышлением с помощью этого инструмента. Ну и просто подписывайтесь на аккаунты на YouTube, потому что там можно найти очень много тоже практик, информации, интересных видосов. Всем советую. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Саша, за очень вдохновляющую беседу. Она меня тоже очень вдохновила. Спасибо, что пригласила. И всем желаю, друзья, успехов. Помните, что не нужно ныть, нужно задавать реальность. И вы источник всего, что происходит в вашей жизни. Поэтому у вас есть просто всё для того, чтобы быть успешными во всех сферах вашей жизни. Боже, это круто. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok